Сибирь проиграла в третьем матче подряд. В четверг вечером наша команда на своем льду уступила действующему обладателю Кубка Гагарина ЦСКА со счетом 0-3. Символично, что последняя победа была именно над армейцами в Москве. Михаил Якимов подробнее о матче. Уже утром в день игры купить билет на матч было невозможно. На противостоянии Сибири с одним из сильнейших клубов КХЛ собрался аншлаг. Болельщики надеялись, что любимая команда сможет повторить успех недельной давности, когда в Москве победила ЦСКА со счетом 3-1. Но уже в начале игры сибиряки не смогли воспользоваться шикарным шансом, чтобы открыть счет в матче. Два игрока-гостей отправились на скамейку штрафников. Сибирь три минуты играла в большинстве и почти две в формате 5 на 3. Зато во второй половине периода ЦСКА воспользовался подарком защитников Сибири, которые оставили Андрея Светлакова одного около пятачка. Он спокойно получил шайбу и отправил ее в ворота. 1-0. С таким счетом и закончился первый период. Я думаю, что игра равная пока. Всегда бывает, что кто-то забивает. Наверное, больше бросать надо, потому что без бросков нет голов. Я думаю, будем больше бросать и угрожать, и будут голы. Во втором периоде хоккеисты ЦСКА полностью забрали себе игровое преимущество. Благодаря высокому прессингу игроков Сибири надолго запирали в их зоне. Заставляли много бороться за шайбу у бортов на разных участках поля и грамотно оборонялись, сведя к минимуму угрозу своим воротам. В результате работы у их голкипера Адама Рейдеборна было немного. А вот его визави Денис Костин несколько раз спас команду. Но бросок Сергея Плотникова накрыть уже не смог. Защитники опять проспали нападающего гостей, который оказался один около ворот, и спокойно забил гол, подхватив шайбу, отскочившую к нему от борта. Я отдавал на тему Сергея, он бросил, и рикошет хороший, и Сергей забил. Игра тяжелая, все прекрасно понимают, как здесь играть в Новосибирске, поэтому пытаемся играть правильно по заданию. Поэтому пока все хорошо, главное третий период сыграть. И у гостей получилось провести третий период также уверенно, практически не давая игрокам Сибири шансов отыграться. А финальную точку в матче за три минуты до конца поставил Виталий Абрамов, который вышел один на ворота и запустил шайбу точно между щитков вратаря. 3-0. Не скажу, что у Адама было мало сегодня работы, давление ощущалось все три периода на наши ворота. Наши нападающие защитники ловили очень много на себя. Это была командная победа, и это была важная для нас победа, особенно первая матч на выезде. А вот Сибирь, напротив, усугубила ситуацию, потерпев третье поражение к ряду. Без боя они не сдавались ни в одном матче в Омске. Вообще считаю, что мы достойны были одного очка, это однозначно. Здесь еще немножко по игре с Ярославлем, я бы сказал, тоже тут как бы природа вмешивается. Все-таки мы вернулись из московского времени, немножко перестроиться надо было. Сегодня подвижение намного лучше было, я скажу честно. Ну, пока, видимо, не совсем готовы с большими клубами играть. У Сибири домашняя серия продолжается. Она закончится во вторник, 11 сентября, матчем против Адмирала. Впереди соперники попроще, но работу над ошибками сделать необходимо. Новосибирцы пополнили медальный запас в четвертый день летних игр Паралимпийцев, международного турнира, который проходит в Сочи. Золото в командном состязании саблисток завоевали Виктория Смертина и Нина Алексеева. Серебро у Натальи Афониной. Такое стало возможным благодаря регламенту состязаниям. Команды были собраны из спортсменов разных регионов и стран. У мужчин победу одержала команда «Россия-2». В ее составе были новосибирцы Михаил Карпов и Алексей Иваньев. Бронзу завоевал Никита Трофимов. Вторая медаль игр на счету легкой атлета Александра Батажева. К золоту на дистанции 1500 метров он добавил серебро на 400 метровке. Также серебряную медаль завоевала Анна Фатеева в метании ядра. К другим новостям первый старт нового сезона. В Бресте проходит международный турнир по плаванию, участие в котором принимают трое новосибирских спортсменок. Это Арина Суркова, Анита Греченко и Анастасия Дуплинская. В Беларусь девушки отправились прямиком со сборов. До этого они вместе с командой региона тренировались в Киргизии. Соревнования проходят на короткой воде в 25-метровом бассейне. В программе спринтерские дистанции 50 и 100 метров с всеми стилями плавания. В первый день турнира новосибирские девушки завоевали 4 медали. Суркова выиграла заплывы на 100 метровке вольным и 50 баттерфляем. Второй к финишу на этой же дистанции пришла Анита Греченко. Анастасия Дуплинская стала победительницей на 100 метровке на спине, обновив своим результатом рекорд Новосибирской области. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Латта. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok